ПОЗНАЁМ МИР С ВЕРОЙ И ФОМОЙ Апостолов, два раза Это мы услышали на православном радио А потом папа переключил И мы дальше не поняли, кто это такие Угу, и мы подумали Вот есть, например, учителя А есть те, кто их учит Учителя учителей И с апостолами может быть так, да? А, вот теперь я начинаю понимать Ты, наверное, имеешь в виду тех, кого Иоанн Златоуст называл апостолами к апостолам Ну да, мы и говорим Мы-то как думали Вот есть Христос и у него ученики, апостолы Иоанн, там, Петр, Андрей Двенадцать, которые самые близкие И еще семьдесят, которые тоже апостолы От семидесят Да, вы нам рассказывали про это Апостолы ученики, Христос их учитель А оказывается, были еще какие-то ученики до них Какую вы интересную тему затронули Ну так я вам скажу, что апостолами к апостолам Великий проповедник, святитель Иоанн Златоуст Назвал не учеников, а учениц Христа Учениц? Как это? Это кого же? Жон Мироносец Тех, которые первыми узнали о воскресении Господа И впервые возвестили благую весть об этом Ближайшим ученикам Христа А, я помню Они же еще этим женам не поверили Хотя те сами все видели Там, у пещеры, ну, у гроба Господня Что камень отвален и пещера пустая И что стража разбежалась И что ангел сидел на камне А потом еще, ведь сам Христос Марии Магдалине явился Магдалина Мария, и Иоанна, и Мария, и мать Якова, и другие с ними В первый день недели очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли ко гробу Они хотели тело Христа благовонным маслом помазать, чтобы его похоронить Оказалось, что не надо Да, и именно эти женщины сказали апостолам Что Христос воскрес от гроба, как он и предсказал Михаил Гаврилович, но они же никого в христианство не обращали Почему же их златоуст тогда апостолами назвал женщин? Фома, а что такое обращать в христианство, по-твоему? Ну, там, всякие проповеди читать, учить, убеждать, чтобы крестились Фома, а ты помнишь, как слово апостол-то переводится? Как? Посланник Апостол идет к людям с посланием Я свидетельствую, что Христос воскрес, что Христос есть Бог живой и истинный А мироносицы про это ведь как раз и говорили Правильно, Верочка И именно женщины стали первыми, кто эту весть принес Господь послал их с вестью о воскресении Кому? А-а-а, к ученикам, которые сами были посланниками То есть по-гречески апостолами Можно подумать, ученики сами про это раньше не знали, что Христос – Бог Фома, а ты вспомни Для всех ближайших учеников Христос умер на кресте Ученики растерялись, разбежались, попрятались А тут женщины приходят и говорят им Он не умер, он воскрес Но, Михаил Гаврилович, им же мужчины все равно не поверили Ты прав, и Евангелие об этом пишет И показались им слова их пустыми и не поверили им Но именно это, Фома, сейчас считается одним из доказательств истинности воскресения Христа Почему? Да потому что, если бы воскресения не было, евангелисты бы никогда не придумали, что первыми воскресшего Христа увидели женщины Почему? Потому что в древнем мире женщины были существами второго сорта Их слова и свидетельства не заслуживали доверия И автор выдуманного Евангелия обязательно бы прислал первым к пещере мужчину А, чтобы он подтвердил, что Христа в пещере нет, и ему бы все поверили Конечно, а тут какие-то женщины, мало ли что им показалось Я поняла А, если бы христиане все про Христа выдумали, они бы выдумали так, чтобы над ними не смеялись А все было на самом деле Да, Господь избрал и превознес тех, кого все презирали Женщин, которые пришли к Нему, униженному, а потом и к убитому И пришли не за чудом, а из любви к Нему, из милосердия Жен Мироносец, здорово! Спасибо, Михаил Гаврилович Мы все поняли про апостолов к апостолам До свидания Я очень рад Всего вам доброго, ребята Познаем мир с Верой и Фомой